10 преимуществ девушек маленького роста Если ваш рост меньше 165 сантиметров, вы наверняка периодически жалуетесь на то, что природа была к вам несправедлива. Но подумайте еще раз, разве это так плохо? У нас есть доказательства, что сейчас ваша жизнь на самом деле лучше, чем была бы, будь вы на 20 сантиметров выше. Итак, первое доказательство. Низкорослые девушки пользуются большей популярностью у мужчин. Это доказало одно английское исследование, охватившее 10 тысяч женщин, чей рост находится в диапазоне от 151 до 158 сантиметров. По статистике, они чаще, чем высокие барышни, выходят замуж, чаще становятся матерями к 40 годам и в целом чаще довольны своей личной жизнью. Второе доказательство. Нам проще уснуть в поезде или в самолете. Действительно, меньше рост, меньше проблем. Об этом знает каждый, кто хоть когда-нибудь летал в самолете дольше двух часов. Или ездил на ночных поездах. Третье доказательство. Мы можем покупать одежду в магазинах для детей. Это помогает здорово сэкономить, серьезно. Четвертое доказательство. У нас очень мало шансов влюбиться в парня, который меньше нас ростом. Это же доказательство чисто статистическое. Пятое доказательство. Нам проще заниматься уборкой. Нужно прочистить дымоход. Нам это сделать намного проще, чем высоким дамам. И таких случаев вообще-то масса. Шестое доказательство. Люди чаще обнимают нас. Серьезно. Это доказали исследования. Маленьких людей обнимают в целом намного чаще, чем рослых. Наверное, потому, что мы подсознательно кажемся другим более милыми. Или потому, что обнять нас банально проще. Это не важно. Важен сам факт. Седьмое доказательство. У нас меньше риск развития рака. Исследование, опубликованное в американском журнале эпидемиологии рака, показало, что люди маленького роста реже страдают от рака молочной железы, толстой кишки, яичников, щитовидной железы или кожи. Собственно, каждые 10 сантиметров роста увеличивают риск его развития на 13%. Восьмое доказательство. Мы на веселе уже после двух бокалов вина. Состояние эйфории настигает нас быстрее. В барах мы тратим меньше, а похмелье у нас обычно намного легче. Девятое доказательство. Мы потребляем меньше косметики. Чем меньше тела, тем меньше средств придется тратить на уход за ним. Мыло, шампунь нынче стоят не так дешево. Десятое доказательство. На групповых фотографиях мы всегда в первом ряду. Это знакомо вам еще со школы. У нас действительно гораздо больше возможностей остаться в памяти у других людей. И не приходилось стоять рядом с учителем физики. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok